МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангара.Медиа. С вами Надежда Фролова. Индексация социальных пенсий затронет примерно 4 миллиона сограждан. Напомню, она запланирована в начале следующего месяца и составит 7,5%. Это запланированное повышение, которое заложено в бюджете социального фонда. Деньги на него уже выделены. В среднем размер такой пенсии в этом году достигнет 13,5 тысяч рублей. Она значительно ниже, чем страховая пенсия по старости. Разница между ними сейчас в среднем составляет более 10 тысяч целковых. Сдвинулась с мертвой точки. Проверку по сообщению, которая касалась условий нахождения ребятишек в 75-м детском саду, провела прокуратура Ангарска. На общее состояние объекта и внутренних помещений родители жалуются уже свыше 4 лет. В ходе визита туда представители надзорного ведомства выяснилось, в дошкольном учреждении в недоутворительном состоянии находились ограждения и фасад здания. Площадки использовались посудой с дефектами. Кроме того, не было организовано введение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и другое. Компания возбудила дела об административных правонарушениях по нарушениям санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности, а также внесла заведующее учреждение и в управление образования администрации городского округа представление. Во исполнение требований актов прокурорского реагирования приняты меры, в том числе произведена замена столовой посуды, устранены нарушения требований пожарной безопасности. Надзорные мероприятия продолжаются, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Ангарска. Вдвое могут увеличить штрафы за плохие дороги. Соответствующие поправки внесены в соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях. Ранее статистика показала рост количества ДТП. В числе их причин аналитики назвали плохое состояние магистралей, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, особенно зимой. Когда дополнительными негативными факторами выступают гололедицы и сугробы. Наказание для должностных лиц вырастет до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 600 тысяч. Если здоровью потерпевшего нанесен ущерб, чиновников лица штрафуют на сумму до 200 тысяч целковых, а юрлицам придется заплатить до миллиона рублей. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok Музыкальный театр. Мальчишки и девчонки, а также их родители. На экспозицию гигантов! Всей семьей сходите вы! Ждем вас во дворце спорта Ермак, Ангарск, 192 квартал 6. На базу отдыха требуется горничный и разнорабочий телефон 8902-178-76-88. Поделиться впечатлениями, полученными знаниями. Участники Всемирного фестиваля молодежи из Ангарска приглашают всех желающих на встречу, которая состоится 14 марта в детском клубе «Чайка». А накануне Ольга и Наталья Малгатаевы рассказали о поездке в Сочи нашей съемочной группе. Меня зовут Ольга. Мы из Иркутской области. Город Ангарский. Это видео лишь одно из многих снятых ангарскими журналистами детской студии Пишура ТВ на Всемирном фестивале молодежи, который прошел на территории образовательного центра «Сириус». Отметим, Ольга и Наталья Малгатаевы стали единственными представителями СМИ из Иркутской области. И по их словам, воспоминания от посещения столь значимого форума останутся на всю жизнь. В нем приняли участие десятки тысяч людей из почти 190 стран мира. Из сфер бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, спорта и других сфер жизни. Разумеется, все для молодежи. Ты понимаешь, что и это делается в России, и это делается в России. И так можно, и по-другому можно. То есть, на самом деле, направлений развития для молодежи большое количество. То есть, в любом направлении, куда ты хочешь. То есть, творчество, пожалуйста, проектов большое количество. Развитие тоже в любом направлении. Главное, было бы желание. Понимаешь? То есть, делается очень много всего. И самое главное, что это все доступно. Понимаешь? Не то, что вот тебе показали какую-то картинку, сказали, вот ты вот здесь можешь в этом проекте поучаствовать или в этом проекте поучаствовать. А ты попытался реально поучаствовать, у тебя не получилось. То там действительно, там вот такие площадки прямо стояли. Вот проект «Больше, чем путешествия», к примеру. Или «Россия – страна возможностей» вот такой. И тебе прямо вот тут же на этой площадке ты можешь подойти, тебе помогут зарегистрироваться, объяснять, как проект работает, что ты можешь с этого получить. На мероприятии такого масштаба ангарчане были впервые. Работать было очень интересно, поражает и объем полезных навыков и знакомств. Очень круто, что действительно был хороший отбор всех участников и вообще волонтеров, то есть лучшие из лучших действительно попадали туда. И все были очень замотивированы, все были очень дружелюбными, очень искренними. Это дало мне энергию для того, чтобы в будущем, в дальнейшем развиваться дальше. Удалось пообщаться и с иностранцами. Мы часто спрашивали, что они могут сказать вообще о России, нравится ли им Россия. И все единогласно отвечали, что Россия – потрясающая страна, Россия им очень нравится и люди вокруг тоже им очень сильно нравятся. Кто-то даже говорил, что собираются изучать русский язык, чтобы приехать учиться в Россию, приезжать в Россию. Вот были такие иностранцы. Участники говорят, это невероятное событие, где слились культуры и традиции разных стран. Увидев тысячи молодых людей со всего мира, поразило их единство и желание общения. В течение недели ангарчане смогли посетить выставки, презентации, мастер-классы, тренинги и семинары от ведущих экспертов и крупных компаний в различных областях. Фестиваль – это было такое большое-большое открытие и большой-большой толчок для, во-первых, саморазвития. И я как педагог, я же еще педагог дополнительного образования, я понимаю теперь, в каком направлении мне строить вектор развития своих, допустим, учеников. То есть я понимаю, что, пожалуйста, я уже не на пальцах буду им объяснять, смотрите, можно туда, можно сюда. А действительно, я могу им сказать, вот, давайте, вот мы в этом проекте поучаствуем, это делается так-то, так-то, мы в этом проекте поучаствуем. Ну, то есть для меня фестиваль – это такой был мир возможностей, которые реальны, настоящи, и они не на словах. А уже в этот четверг Капишура приглашает всех, кто хотел бы узнать, как прошел фестиваль в мельчайших подробностях. Встреча состоится в клубе «Чайка» по адресу 60-й квартал, дом 21, начало, в 16 часов. Альберт Идомнин, новости 360, Ангарск. Правовой квест вновь в Ангарске. Этот популярный среди молодежи квест впервые прошел несколько лет назад. Участники получают новые знания и наслаждаются игрой. На следующей неделе организаторы вновь ждут юноши и девушек. Этот квест для молодежи Ангарского городского округа был создан региональной общественной организацией в защиту права. И уже несколько лет он проходит под девизом «Закон, право, обязанность». Главная цель – развитие грамотности буквально во всех аспектах. Также говорят о моде на учебу, волонтерстве, ценности дружбы, безопасности в интернете и многом другом. Сейчас продолжается прием заявок для участия в очередном мероприятии. Оно состоится 22 марта во Дворце культуры «Нефтехимик». Знать свои права и обязанности, понимать свою ответственность, разбираться в законодательстве – это большой шаг на пути к успеху в современном мире. Финансовая, правовая и налоговая грамотность – важная составляющая часть жизни каждого человека. Еще не разбираешься в этом? Приходи, поговорим. В современном ритме жизни правила дорожного движения имеют важное значение. Хочешь проверить свои знания? Приходи. Приходи. Познакомим тебя с профессией пожарного и правилами пожарной безопасности. Будет интересно. Я приглашаю вас принять участие в правовом квесте. Мы прокачаем финансовую и налоговую грамотность. Поговорим о правилах и законах. Попробуй себя в качестве члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Приходи на правовой квест. Приходите. Будет интересно. Подготовка к летней оздоровительной кампании стартовала в Иркутской области. В зданиях и помещениях, где будут отдыхать дети, нужно провести плановый ремонт, тщательную уборку, обеспечить безопасность и проработать вопросы медицинского сопровождения. В некоторых лагерях заметно оборудование и мебель. Уже подписали 16 соглашений на такие работы. Модернизация проходит в том числе и за федеральный счет. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Прийти на выборы значит выступить за единство всех народов Прибайкалья. В какой ангарской школе работает учитель года? С миру по нитке прием ведет Татьяна Негреба. Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. В Байкальске 14 марта пасмурно, возможны осадки. Днем температура воздуха составит плюс 1 градус. В темное время до минус 7. Ветер северо-западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 718 мм ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем температура воздуха составит плюс 1 градус. Ночью на термометре можно будет наблюдать минус 7. Ветер юго-западный 3,5 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – курорт «Усолье». Один из старейших в Иркутской области курортов работает в Усолье-Сибирском. Специалисты успешно помогают излечить заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, костно-суставной системы, женское и мужское бесплодие. На все вопросы об отдыхе и лечении ответят по телефону 8-924-602-14-14. Санаторий «Усолье» проводит эффективное лечение заболеваний нервной системы, женского и мужского бесплодия, опорно-двигательного аппарата и последствий травм и заболеваний костно-суставной системы. А еще постковидная реабилитация. Санаторий «Усолье» – огромный опыт, новейшие медицинские методики и комфортный оздоровительный отдых. Санаторий «Усолье» рядом с вами. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг вероятные осадки. Днем около 0 градусов по Цельсию. Ночью минус 8. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Зима, зима, произношу я вслух. И голос мой выходит с теплым паром. Сибирский воздух невесомо сух, подверженный декабрьским ударом. Позволю зреть величие образца, кристальной чистоты и царство снега. Наверное, здесь влияние Творца. Быть сущим всем от Альфа до Омега. И каждый год дарить нам чистоту доснеженного северного мира. Давай, осуществи свою мечту. Хотя Сибирь, конечно, не Пальмира. Не каждый предпочтет суровый край. Любить мороз, наверное, искусство. Возможно, север настоящий рай для жителей окрестностей Иркутска. Продолжение следует... Продолжение следует...